У нас часто возникает во время наших дискуссий такая ситуация, когда либо мы начинаем все хвалить одного персонажа исторического, либо, как в случае со Сталином, кто-то его хвалит, кто-то его наоборот однозначно ругает. Но так невозможно. Я думаю, что проблема здесь на самом деле тупиковая, потому что еще живы те, кто пострадал при Сталине или, скажем, семьи, которых пострадали. А с другой стороны, есть те, кто действительно помнит, как Валентин Иванович Вареников Сталина, что называется, ну если живым видел, что называется, да, значит, и понятное отношение совершенно другое. Проблема в том, что мы очень часто смотрим на, даже на недавнюю нашу историю, какими-то черно-белыми очками. Мы либо черные, либо белые. А на самом деле, личность Сталина-то, она очень сложная. Да, действительно, были колхозы, был ГУЛАГ, были расстрелы, много чего было. Хотя, найдите мне любой другой случай, когда после революции к власти не приходит тиран. Тиран всегда приходит после революции. Вот смотрите, что произошло в Европе, в том числе сразу после 17-18 годов, после окончания Первой мировой войны. То же самое, кто к власти пришел в других европейских странах? Гитлер, он вообще демократическим путем пришел в 1933 году к власти, захватил власть. Мы говорим, захватил власть. Да нет, он был избран. Легитимно, как у нас говорят сейчас, нельзя ругать Саакашвили, потому что он демократически избранный президент Грузии. Извините, Гитлер тоже был демократически избранным канцлером Германии на тот момент. Кто был в Испании? Кто был в Португалии? Да, собственно говоря, вспомним ситуацию в Соединенных Штатах Америки, которые считались демократической страной. А у них, между прочим, апартеид был в самом, что ни на есть разгаре. Время было такое. Других людей, в принципе, тяжело было представить себе для того времени. Что касается Сталина, то можно вспоминать не только колхозы и репрессии ГУЛАГи, а можно вспомнить действительно самое главное. Страна вышла после Сталина какой? Более мощной или, наоборот, ослабленной? Уже говорили, что более мощной. Вопрос, какую цену заплатили за это? Страна стала больше или меньше? Вот почему надо судить. А вот мы сейчас, Александр Михайлович, вы говорите, в начале передачи приходили заявления от общественных организаций, которые вообще просили не обсуждать тему Сталина. Мы боимся, на самом деле, посмотреть правде в глаза. Мы не боимся, но мы не можем пройти мимо этих чудовищных совершенно преступлений, Дмитрий Алексеевич. Сергей Михайлович сказал только что о том, что мы должны назвать вещи своими именами. Правильно? Ну так давайте назовем вещи своими именами. Есть город Волгоград. Я не знаю никакого Волгограда с точки зрения Великой Отечественной войны. Это был Сталинград. Почему же мы до сих пор не уважаем настолько наших стариков, наших ветеранов Великой Отечественной войны, которые... Мы там миллионы положили в этом Сталинграде. Не в Волгограде, а в Сталинграде. То есть мы до сих пор воюем Сталином настолько, что даже боимся признать подвиг наших солдат в Сталинграде. Я не являюсь ни сталинистом и не собираюсь быть его адвокатом. Я говорю о другом. Нельзя бороться с человеком, который был совсем недавно в нашей истории, да, тираном, да, огромным лидером, мощным лидером. Многие от него пострадали. Но мы до сих пор не видим его в исторической ретроспективе. И мы до сих пор боимся, воюясь с ним, боимся даже своей собственной истории, которая со Сталином связана, но больше связана с подвигом всего народа. Я считаю, что если мы хотим назвать вещи своими именами, мы должны назвать Волгоград Сталинградом.